Стало известно новое число потерь российских военнослужащих в Украине. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины на странице в Фейсбук. Сообщается, что на сегодняшний день уничтожено 17 тысяч военнослужащих. Кроме того, уничтожено 586 танков, 1694 боевых бронированных машин, 302 артиллерийских систем, 95 реактивных систем залпового огня, 54 средств ПВО, 123 самолетов, 127 вертолетов, 7 кораблей и катеров, 150 автомобилей, 73 топливных пака, 66 беспилотников, 21 спецтехника, 4 оперативно-тактических ракетных комплексов. Напомним, что в феврале 2014 года Россия аннексировала Крымскую автономную республику. После этого Россия начала военные операции в Донбасском регионе. В результате большая часть Донецка и Луганских областей перешла под контроль сепаратистов. Бои шли между украинскими войсками и боевиками пророссийской Донецкой и Луганской республик. Москва отрицала свою причастность к боевым действиям. Затем, начиная с конца 2020 года, отношения между Украиной и Россией стали еще более напряженными. Нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе стали регулярными. Союзники Украины во главе с США помогали Киеву в военном и финансовом отношении, однако заявили, что не будут напрямую вмешиваться в конфликт. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к народу заявил о признании двух созданных в Украине республик. В связи с этим он подписал указ. 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы начали наступление с востока и юга, то есть с Крыма и севера, то есть с Белоруссии, с целью демилитаризации и деноцификации Украины, то есть очистки Украины от нацистских элементов и разоружения, а также обеспечения территориальной целостности Донецкой и Луганской республик. В результате войны, именуемой в России специальной военной операцией, оккупированы ряд украинских городов, в том числе Херсон и Мелитополь. Погибло тысяча мирных жителей. Миллионы жителей покинули свои дома. В первых дней войны Запад ввел против России жесточайшие экономические санкции. В результате обрушилась национальная валюта страны рубль. Впервые эти санкции коснулись и гуманитарной сферы. Кроме того, Международный уголовный суд в связи с агрессией России против Украины начал расследование преступлений против человечества. Следует отметить, что абсолютное большинство членов ООН, в том числе и Азербайджан, признают Крымский полуостров и Донбасс территорией Украины.